я вас всех приветствую дорогие друзья сегодня мы готовим большой кусок мяса на гриле у меня это свиная шея а еще вас сегодня ждут от компании гриле очень крутые подарки а именно вот такой распылитель также термометр вы никогда не профукаете момент когда нужно вовремя вытащить мясо и конечно же гриль мат это очень крутая штука чтобы никогда не прилипала на гриле поэтому смотрите ролик до конца и участвуйте в розыгрыше будет три приза и конечно же три победителя ну что ж хватит говорить поехали готовить первое что мы сделаем добавим горчицу пока добавляю горчицу могу вам рассказать пару слов куда же вы можете применить этот рецепт самое главное это любой праздничный стол без него вообще нельзя обходиться без этого блюда это прям фурор пушка добавим сухой чеснок я кстати уже точно определился что я готовлю на новый год это будет точно это свинина смотрите как обильно мы посыпаем обязательно добавляем паприку чтобы паприка должна быть копченая для того чтобы добавить запах под копчености добавим смесь пяти перцев обильно посыпаем так чтобы было перчоненько и конечно же добавим соль хорошие две щепотки а сейчас мы возьмем распылитель для масла кстати научу сразу ним пользоваться раз накачали и напоминаю что один из вас стоит обладателем этого аксессуара для тех у кого нету можете дать маленькую чайную ложечку масла и там будет достаточно это количество мяса как видите маринад очень простой и незамысловатый поэтому не надо ничего придумать сверх естественно простые понятные доступные специи оригинальный и очень интересный вкус нашему мясу поэтому погнали готовится разогрели гриль и мы жарим разогрели до температуры 180 градусов ставим вот такой специальный гриль марта нагреться он чуть нагрелся закрываем самое классное что есть такое приложение а игрил который можно выставлять заданную температуру который вам нужно тут даже можно выбрать мясо которого вы будете готовить но мы же делаем немножко по-другому мы задаем температуру которую мы хотим видеть в мясе это 77 градусов задаем температуру запускаем на щуп и начинаем готовить чтобы правильно сделать сочное мясо нужно сначала щуп загнать максимально тонкое место потому что она приготовиться намного быстрее отправляем на наш гриль мат благодаря которому у нас не прилипнет мясо и медленно и вкусно приготовиться накрываем крышкой и закрываем благодаря современному технологию вы можете спокойно себе отдыхать а приложение вас известит о том когда приготовиться ваше мясо точнее доберется до нужной температуры чтобы вы могли его проверить поэтому я иду пока отдыхать а вы не переключайтесь спустя полчаса как видите температура 195 195 совпадает мы довели до температуры 48 49 градусов как видите не выделяется никакого сока мы и переворачиваем температура внутри 48 градусов а кстати да делайте это щипчиком потому что у меня как бы руки не боятся а выделать обязательно щипцами накрываем и доводим до готовности остается считанные минуты до конца приготовления нашего мяса а теперь же поговорю о самом интересном это розыгрыш мы будем разыгрывать еще раз напомню вот такой вот крутой распылитель для мяса вот такой вот термометр который поможет вам всегда определить температуру мяса и вот такой вот удобный гриль мат который многоразовый можно использовать и у вас точно ничего не прилипнет для того чтобы стать счастливым обладателем одного из призов вам всего лишь нужно подписаться на youtube канал компания гриле который предоставил эти классные фрезы также нужно подписаться на мой youtube канал поставить лайк под этим видео и написать комментарий я участвую в розыгрыше а все подробности будет в описании к этому видео и уже на следующей неделе 8 ноября мы узнаем счастливых обладателей этих призов розыгрыш мы будем проводить прямом эфире здесь на ютюбе поэтому не пропустите и вот нам про то сигнализировала и теперь мы идем снимать мясо проверим с помощью термометра каждую часть мяса и убедимся что она действительно готова какая вкуснятина минимальная температура для свинины должна быть 77 градусов поэтому не забудьте посмотрите какое сочное мясо смотрите а теперь снимаем наше мясо это именно тот случай когда мясо готовится очень просто и легко как видите мясо сочное такое должно быть мясо всегда а теперь моя самая любимая часть это продегустировать просто фантастика пальчики можно влезать это очень вкусно мясо получилось очень сочным нельзя его путать не с бужениной не запеченной в духовке вообще это совсем другой уровень приготовления это очень вкусно и очень нежно как всегда в описании к видео оставлю все условия розыгрыша как я обещал оставлю описание по граммам каждой специи сколько добавил а вам хорошего настроения приятного аппетита я всех люблю до скорой встречи вы лучшие это очень вкусно 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 это очень вкусно